Желаю здоровья, уважаемые украинцы, украинки. Завершу визит до наших друзей. Желаю здоровья, уважаемые украинцы, 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 украинцы. А также о комплектациях бригад. Сейчас это еще не реализовано полностью. И мы очень рассчитываем, что наши партнеры-нордики помогут нам с этим в контактах с другими партнерами. Договоренности должны выполняться. И тем более в условиях такой войны. Я хочу отдельно поблагодарить все страны Северной Европы за поддержку Плана Победы. Это стратегия действий, которая уже на столе. Мы готовы слышать предложения других государств, другие взгляды, пожалуйста. Но сейчас четкое, просчитанное видение дальнейших действий вместе с партнерами есть в нашем плане Победы. Главное – найти решимость выполнить пункты, и это точно приблизит мир. Благодарен также за полное понимание нашей логики относительно приглашения в НАТО для Украины. Украина всегда предлагает только то, что реально поможет надавить ради настоящего мира. И мы не устаем это объяснять, в частности, нашим партнерам в Берлине, в Вашингтоне и другим. Также уже видимы контуры встречи в формате «Рамштайн», которая должна состояться в ближайшей неделе. Это важно. Очень важно, чтобы каждый пакет поддержки был реализован полностью. И чтобы наши шаги с партнерами были действительно общими и максимально действенными. Сегодня я уже вернулся в Украину. Много встреч сейчас здесь, в Закарпатье. Много региональных дел, которые имеют значение для всей нашей страны. Работа с местными общинами, работа с местными предпринимателями. За несколько лет удалось сделать Закарпатье одной из опор нашей устойчивости всей Украины. Говорил сегодня здесь с руководителями общин области, с представителями бизнеса. Была встреча вместе с первым вице-премьером Свериденко, с бизнесом региона. А это бизнес, в частности, релоцированный из других наших областей. Мы видим, как растет здесь производство, какие перспективы. И одновременно есть вопросы, есть проблемы. Поможем с решениями обязательно. И сейчас еще посещу наших ребят-воинов, которые проходят реабилитацию после ранений. Боевые наши ребята, из наших бригад, которые воюют в Донецкой области, в Волчанске, в Курской области. Хочу поблагодарить их от всех наших людей, от всей Украины и отметить их государственными наградами. За такую нужную работу, такую службу, за их такую нужную храбрость. Храбрость, которая всегда имеет решающее значение и на поле боя, и в политических решениях. Очень надеемся на храбрость партнеров. Слава Украине! Слава Украине!